15 тысяч участников, 84 региона России и 85 зарубежных стран. Таковы цифры Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казань. Форум». Столица Татарстана приняла грандиозный форум, на который съехались представители не только сфер экономики, промышленности, но и науки, культуры из разных уголков мира. Здравствуйте, это КФУ «Итоги недели». Сегодня затронем тему форума. Также смотрите в нашей программе. Исламский мир открылся в Казани. Какие перспективы появятся у России в новых экономических реалиях? Партнеры по образованию. Почему российские вузы пользуются популярностью у студентов из восточных стран? На базе нашей разработки можно получить как полноценное мясо, так и какой-то протеиновый субпродукт. Рыба из пробирки. Почему ученые КФУ решили вырастить искусственное мясо стерляди? В лабораторных условиях создать такие температуры, которые на практике редко где можно достичь. Редкие минералы в лабораторных условиях. Как казанские физики создали новый способ получения мультифероиков. Итак, более 15 тысяч участников из 84 регионов России и 85 зарубежных стран зарегистрировались для участия в международном экономическом форуме «Россия. Исламский мир. Казанфорум». Из зарубежных стран самые масштабные делегации из Азербайджана, Ирана, Малайзии, Таджикистана, Турции, Узбекистана. Форум посетили представители государственных должностей разных стран. Премьер-министры и вице-премьеры, министры и чрезвычайные послы. Открытие форума прошло на выставочном комплексе «Казань-Экспо». Собравшихся со всего мира гостей поприветствовал Раис Татарстана Рустам Мениханов. Он и поблагодарил президента России Владимира Путина и российское правительство за предание федерального статуса этому ежегодному мероприятию. «Уважаемые дамы и господа, Республика Татарстан, наша столица, приветствует вас. Мы искренне рады видеть вас в очередной раз здесь, в Казани, в этом выставочном комплексе. Особые слова благодарности организации «Исламскую сотрудничество», с кем мы активно работаем. Всем делегациям наших зарубежных партнеров, которые здесь вместе с нами, региональным делегациям во главе с руководителями, бизнесу, который здесь присутствует. Я уверен, что мы создадим вам комфортные и интересные контакты, и этот форум привнесет нам дальнейшее просветание наших стран и регионов. «Мы очень ценим готовность к открытому и прямому общению, а также глубокое понимание нашей позиции. Стратегический характер нашего партнерства не только скрепляет отношения, но и открывает новые перспективы. Об этом свидетельствует и рост товарооборота России с государствами Организации исламского сотрудничества почти на 30% за последние три года». Организаторы предусмотрели интересную и насыщенную программу мероприятий «Казанфорум-2023». За несколько дней на полях события провели около 150 деловых сессий. Одним из важных стало заседание группы стратегического видения «Россия – исламский мир», которая прошла под председательством Рустама Миниханова. Казанский федеральный университет также стал одной из площадок по проведению панельной дискуссии. Она была посвящена роли всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в устойчивом развитии регионов. К участникам по видеосвязи обратился государственный советник Татарстана Митимир Шаймиев. Участие в дискуссии принял председатель Госсовета Республики Фарид Мухаммедшин. «В таких многонациональных субъектах, как Татарстан, 173 нации и народности, официально по переписи 21 века, 21 года, зафиксировали, найден хороший инструмент по межнациональному миру и согласию. То, о чем мы с вами говорим и чем занимаемся, фундаментальными ценностями, позволяющими сохранить каждый народ, каждой традиции и много ценного, что накопилось у наших людей за все эти годы совместного проживания в субъектах Российской Федерации». Также в рамках Международного экономического форума Казанский Федеральный университет выступил организатором ряда сессий в треке образования. Одна из них была посвящена сотрудничеству в области науки и высшего образования со странами организации исламского сотрудничества. Участники обсуждали актуальную сейчас для многих стран тему – это взаимодействие российских университетов с вузами исламского мира и перспективы их развития. Напомним, что КФУ – единственный из российских университетов, который в современной истории открыл филиал за рубежом. При поддержке Миноборнауки России и президента Республики Узбекистан в прошлом году появился филиал в Джизаке. В этом году аналогичный проект планируется запустить совместно с египетским инвестором в Каире. О чем еще говорили во время сессии участники – далее в нашем обзоре. его главная цель – укрепление отношений России и исламских стран. Наши планы на Казанфорум – это, конечно, завести новые дружеские связи, новые партнерские отношения и показать себя, посмотреть другие регионы. Международный форум принял гостей из 85 стран. Эксперты обменивались опытом через панельные дискуссии, круглые столы и ярмарки. Среди обсуждаемых тем – исламский банкинг, молодежное предпринимательство, семейный и женский бизнес, молодежная дипломатия. Наука и образование – это новое направление на форуме. КФУ стал организатором нескольких сессий. На них обсуждались вопросы научно-образовательного сотрудничества российских университетов с вузами исламских стран. Так Ленар Сафин рассказал, почему Казанский университет стал отправной точкой для изучения восточных языков и культуры. Казанский университет в силу географического положения и культурно-этнографических особенностей территорий всегда выступал точкой притяжения тюркоязычного мусульманского мира и был флангенским университетом на стыке культур Востока и Запада. В свое время университет был признан центром университетского востоковедения в России и в Европе. Сегодня востоковедение в нашем университете получило новый импульс к развитию и наш университет несколько лет подряд показывает здесь самый высокий прием по России. Полгода назад на базе университета состоялся первый молодежный научный конгресс стран организации исламского сотрудничества. Осенью пройдет уже второй конгресс. Еще одно из достижений открытие филиала Казанского федерального университета в Узбекистане. Там уже учатся 360 студентов. В этом году планируется запуск филиала в Египте. Данные успехи были бы невозможны без активной интеграции университета в международные научно-образовательные проекты и расширения академического партнерства. В настоящее время Казанский федеральный университет действует 342 соглашения о сотрудничестве с 268 партнерами из 51 страны. Сейчас КФУ состоит в объединении сетевого университета со странами СНГ. Его главная цель реализации вузами совместных образовательных программ. Ленар Сафин предложил коллегам из исламских стран создать подобное объединение. Это поможет повысить конкурентоспособность и устойчивость национальных научно-образовательных систем. Наш университет готов выступить координатором данной работы, а если коллеги доверят, то и своеобразным методическим центром этого, как там представляется, крайне актуального проекта. В ходе проведения сессии на тему сотрудничества в области науки и высшего образования со странами организации исламского сотрудничества писаны ряд соглашений. Они направлены на укрепление двухсторонних отношений, разработку совместных образовательных программ и проведение научных исследований. Между Московским государственным университетом имени Ломоносова и Казанским федеральным университетом. Александр Дугин – известный философ, политолог и социолог. На саммите он рассказал о становлении многополярного мира, о системе международных отношений без безусловного по своей мощи и влияния участников. Также политолог отметил, что нужно создавать суверенную систему образования на примере исламских стран, ведь в этих государствах религия является важнейшей частью интеллектуального образования. Для того, чтобы построить суверенную систему образования, соответствующую нормам цивилизации, необходимо, конечно, релятивизировать значение Запада, занять критическую дистанцию по отношению к тем методам, ориентирам, ценностям и установкам, по которым идет развитие именно западноцентричного мира. В развитии образования важную роль играют и консорциумы. Благодаря взаимодействию университетов друг с другом ученые смогут эффективнее заниматься исследованиями. Более того, это поможет оценить деятельность образовательных организаций. Так, по инициативе ректора МГУ в 2017 году создан московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета». Сейчас в нем участвуют 1800 университетов мира. Виктор Садовничий призвал представителей вузов стран исламского мира к участию в этом рейтинге. Почти все знаем друг друга. Конечно, эта площадка позволяет нам увидеться, обменяться. Одной фразой, но это для нас может быть год работы совместно. Мы понимаем вот так друг друга. Одним из почетных гостей сессии стал помощник президента России Игорь Левитин. Он подчеркнул, что Россия тесно взаимодействует с исламскими странами и нацелена на дальнейшее укрепление сотрудничества по всем направлениям, в том числе и образовательной сферы. Российская система образования предлагает высокие стандарты обучения по всем специальностям. Это вызывает интерес со стороны стран исламского мира. Нам как раз не хватает связи образования и наших будущих планов по экономическому взаимодействию. И я бы хотел как раз с этой трибуны вас попросить, чтобы эта тема также нашла место в вашем заседании. В топ-20 стран, лидирующих по количеству студентов, которые обучаются в России, 12 государств. Это члены организации исламского сотрудничества. Одним из успешных примеров в этой сфере является Казанский федеральный университет, где проходятся форумы, конгрессы. И мы планируем завтра с нашими коллегами, которые приехали на сессию Север-Юг, завтра посетить Казанский университет, где мы хотели бы вместе с преподавателями поговорить о том, как нам лучше выстроить в этом проекте будут участвовать страны Персидского залива, страны Казахстан, Туркмения, Узбекистан, Россия. И вот мы хотим на вот этом конкретном примере показать, как мы должны соединить вот практически вот такие проекты с обучающимися программами. КФУ стал организатором двух масштабных сессий форума в трекере образования. Второе направление – это Россия, страны мусульманского мира в новой матрице международных экономических отношений. Здесь участники также рассмотрели перспективы взаимодействия России со странами исламского мира в сфере науки и высшего образования. Аделина Абдрахманова, Эльвира Замалединова, Александр Кузнецов. КФУ. Итоги недели. В ходе проведения сессии, организованных КФУ, подписан ряд соглашений. В частности, Казанский университет в лице ректора Ленара Сафина подписал меморандум о взаимопонимании с Московским государственным университетом имени Ломоносова, независимым агентством аккредитации и рейтинга Республики Казахстан, соглашение с Таджикским государственным медицинским университетом и Бухарским государственным университетом, а также с транспортной группой ФЕСКО. Это лишь предварительные итоги, с которыми КФУ выходит на сотрудничество с разными университетами, компаниями и странами. В целом же, введение нового трека по образованию в Международном экономическом форуме дал важные результаты. Какие, об этом мы узнали у заместителю министра науки и высшего образования России Айрата Готиатова. Итоги сегодняшней сессии, кратко подвести, о чем удалось поговорить и можно даже договориться? Ну, вообще, прежде всего, мне очень приятно здесь находиться. Единственному, кому не отказал, в том, чтобы прокомментировать, как проходит день и как проходит сессия, это родному универ ТВ. Поэтому я, во-первых, всем хотел бы выразить слова благодарности за организацию сессии, потому что она была организована Казанским федеральным университетом, моя эльма-матор, да, и с Московским государственным университетом. Большое количество участников, я знаю, было очень много и онлайн-подключений, и важнейшие темы все рассматривались, и в нынешнее время, наверное, вот те вопросы, которые мы обсуждали, и самое главное, что вот тот, наверное, лейтмотив, и каким образом исламский мир, и страны, и вузы исламского мира, и научная организация исламского мира относятся, собственно, участниками являются, наверное, показывают всю вот эту полноту, вот перспектив отношений. Мы же со стороны Министерства науки и высшего образования действительно занимаемся планомерно увеличением количества квот и просто направлений специальностей для стран ОИС. И это действительно приоритет нашей работы. В нынешнее время это, наверное, одно из самых главных вообще международных деятельностей Министерства. КФУ может стать таким центром входа? А я думаю, что уже КФУ точно является одним из самых главных университетов по сотрудничеству с странами ОИС. Да я бы, наверное, говорил в части международного сотрудничества. Сегодня ректор говорил о цифрах. Мне повторяться не буду, но это огромное количество студентов иностранцев. Ведь в Чорлихата и здесь Казань, и Республика Татарстана привлекательна для учебы студентов с разных концов мира, в том числе исламского мира. Я думаю, только перспективы того, чтобы стать центром Поволжского, центрального региона, у КФУ есть. Я бы, скажем так, лицо заинтересованное с обоих сторон. Поэтому здесь я только могу сказать, что с нашей стороны будет полное взаимопонимание и помощь в том, чтобы КФУ развивался именно в этом направлении. Спасибо большое. Мясо стерляди вырастили в пробирке ученые Казанского университета. Исследователи лаборатории «Регенеративная ветеринария» разработали технологию получения мышечных клеток для создания искусственного мяса стерляди. Способов получения искусственного мяса сейчас немало. Но именно казанскими биологами впервые разработана технология для получения мышечных клеток для выращивания искусственного мяса осетровых. Стерлядь специалисты КФУ выбрали не случайно. Рыба – деликатес с высокой пищевой ценностью. Этот способ культивирования искусственного мяса стерляди уже запатентован. Как шла работа над исследованием, выяснила Эльвина Минабуддинова. Это наш биопринтер, при помощи которого мы печатали образцы культивируемого мяса стерляди. Напечатанная искусственная пища. Казалось бы, идея на грани фантастики. Но благодаря 3D-принтеру сегодня можно создать практически любые предметы. Строительные материалы, мебель, медицинские изделия и даже детали космического корабля. Стоит ли удивляться напечатанной пище, когда как еда – первостепенная потребность человека, а ее добыча всегда была насущной темой? Если лет 10 назад было сложно в это поверить, то сегодня 3D-принтер активно внедряется в производство и не обходит стороной науку. Биомасса клеток с специальным биоматериалом подается на чашку Петри, в которой при помощи программы, которая здесь есть и записана на SD-карту, формирует 3D-модель ткани либо кусочка мяса. Вот и лаборатория КФУ уже печатает рыбу. Конечно, для своей разработки создания искусственного мяса стерляди ученые использовали 3D-биопринтер. Принцип работы здесь схож с классическим 3D-принтером. Главное отличие – работа с биоматериалами, то есть живыми клетками. Нами получены были сначала мышечная ткань из стерляди. Мы ее измельчили, добавили специальные ферменты для того, чтобы получить клеточную массу. Затем мы клеточную массу рассеяли в специальный пластик и культивировали при помощи разработанных средств. Разработка культивирования искусственного мяса рыбы учеными по-настоящему новаторская. Идея заключается в получении мышечных клеток рыбы. Миобласты, или иначе говоря мышечные клетки, выращиваются в лабораторных условиях в биореакторе. Этот процесс называется масштабированием миобластов. Для получения структурированного мяса рыбы используется биопринтер. Клеточный материал смешивают с биочернилами и печатают. Созревание полученного продукта происходит в специальном инкубаторе в течение 5-14 дней. До получения клеток из мышечной ткани рыбы мы успешно получили мышечные клетки из тканей лошади. То есть мы взяли биопсию из мышц лошади, выделили отдельные клетки и культивировали их в лаборатории нашей. Затем мы попробовали перевести тот же метод, но на более сложное животное для нас – это рыбы. Потому что для выращивания клеток рыб требуются иные условия, чем для выращивания клеток млекопитающих. Выбор учеными стерляди для культивирования не случайно. Стерлядь – краснокнижный вид рыбы. Также это диетический продукт, богатый витаминами, полиненасыщенными жирными кислотами, флором, кальцием и белком. При регулярном употреблении этой рыбы снижается риск инфаркта и онкологических заболеваний. Активизируется обмен веществ, нормализуется уровень холестерина и сахара в крови. Улучшается состояние волос, суставов, костей и зубов. Стерлядь – это краснокнижный вид рыбы, это исчезающий вид, но при всем при этом она обладает достаточно привлекательным вкусом для кулинарии и востребована в качестве пищевого продукта. Поэтому мы предприняли попытки для выделения и культивирования мышечных клеток этой рыбы. Лабораторная стерлядь по вкусу и пищевым характеристикам отличаться от обычной рыбы не будет. Реализуя нашу работу, мы показали, что мы можем выделять и культивировать жизнеспособные мышечные клетки стерляди. На базе нашей разработки можно получить как полноценное мясо, так и какой-то протеиновый субпродукт. Также, используя мышечные клетки, можно создать тест-систему, которая может быть использована в рыбных хозяйствах для выявления заболеваний, для тестирования различных препаратов, которые используются для аквакультуры. Площадь, область применения нашей разработки, в принципе, достаточно обширна. Это инновационная разработка будущего, на самом деле. В настоящее время она может быть использована для создания новых инновационных продуктов питания. Также может быть использован данный метод для тестирования каких-либо препаратов, для лечения каких-либо сложных заболеваний, в том числе и заболеваний осетровых. Например, кормовые добавки или антибиотики или какие-либо другие препараты. И, естественно, можно получить мясо, а также можно получить другие мясные субпродукты. Рыбы далеко не первая область исследования ученых. В лаборатории ранее культивировали мышцы лошади, коров, кроликов и даже крыс. Дело в том, что в нашей лаборатории давно разработаны, опробованы и поставлены на поток методы выделения и культивирования клеток млекопитающих, на которых делаются различные тестирования, эксперименты и клинические даже разработки какие-то. Дело в том, что клетки рыбы редко применяются в лабораторной практике. И поэтому мы решили попробовать свои возможности в разработке методов выделения и культивирования. В частности, мы занимаемся выделением и культивированием стволовых клеток практически всех животных. Наша лаборатория регенеративной ветеринарии специализируется на применении стволовых клеток для терапии животных, мелких домашних животных. Мы сотрудничаем в этом отношении с Казанской ветеринарной академией и применяем на базе их клиники стволовые клетки, выделенные из собак, кошек для лечения животных тех же видов. Стволовые клетки широко применяются в лечении как людей, так и животных. Но для лечения животных в Казани ни одна ветеринарная клиника клетки не использует. Такая практика распространена в более крупных городах России. К нам даже обращались владельцы животных с просьбой дать им донорские клетки необходимого вида животных. И мы даже разрабатывали методы доставки этих клеток. В Казани, к сожалению, нет клиник, которые бы могли на своей базе лечить животных стволовыми клетками. Поэтому мы обговорили этот вопрос с ректором Казанской ветеринарной академии. И он нам разрешил применять стволовые клетки для лечения животных на базе клиники при Казанской ветеринарной академии. Терапия стволовыми клетками позволяет ученым справиться с лечением, например, поврежденной роговицы глаза у собак, сложных длительно несрастающихся переломов. Используются как донорские стволовые клетки, так и собственные клетки животного. Способ культивирования биомассы миобластов, то есть мышечных клеток стерляди, был запатентован. Сегодня в планах лаборатория масштабировать мышцы, миобласты рыб и получить таким образом больше объем мышечных клеток. На стерляди ученые останавливаться не планируют. В их целях культивирование других вид рыб, таких как карповые и осетровые. В будущем разработка может дополнять мясные продукты и вовсе заменить некоторые виды белковой пищи. Эльвина Минабуддинова, Ленар Гизатурин. КФУ. Итоги недели. Во второй части программы также много интересного. Далее вы узнаете. В лабораторных условиях создать такие температуры, которые на практике редко где можно достичь. Редкие минералы в лабораторных условиях. Как казанские физики создали новый способ получения мультифероиков. Сегодня мы увидели, какое огромное количество талантливых ребят проявляют себя и на этой сцене, и на сцене вузов нашей республики. Больше всех комплектов наград. В каких номинациях КФУ стал лучшим на республиканской студенческой весне. Именно здесь он получил свои первые неизгладимые впечатления природы. А эта тема стала одной из главных в его творчестве. Заколдовал своими стихами. Почему в Казани не помнят о своем земляке Николая Заболоцком. Казанские физики вырастили моно- и поликристаллы семейства магнитных шпинелей с близким к идеальному составу. Эти мультифероики удалось создать благодаря новому методу синтеза. Данные минералы тугоплавкие, термически устойчивые и очень твердые. Однако в природе изучаемые специалистами Института физики минералы встречаются весьма редко. Они содержатся в магматических горных породах. И в них много примесей. Поэтому новый метод синтеза железо-хромовой шпинели важен. Мультифероики используются в промышленности при производстве частотных фильтров, преобразователей энергии и в других сферах. Работу физики КФУ выполняли в рамках гранта Российского научного фонда. О разработке расскажем далее. Есть соединения, у которых температура плавления, как я уже сказал, 2000 и более градусов Цельсия. И здесь мы можем как раз такие температуры создать. Таким образом переплавляя и в дальнейшем получая монокристаллы, поликристаллы. Шпинель. Этот минерал считается одним из редчайших красивых камней. Благородно блеск и разнообразие оттенков сделали его почитаемым в ювелирном деле. Помимо эстетического удовольствия, шпинели могут принести и пользу. Так ученые Казанского федерального университета придумали новый метод синтеза минералов. Благодаря нему можно вырастить мультифероики. Мультифероики – это такие особые материалы, которые обладают, с одной стороны, свойством ферромагнетика и сигнет-электрика. Другими словами, эти вещества могут быть использованы в качестве, например, магнитной памяти, где мы можем записывать информацию с помощью магнитного поля, перемагничивания и использования электрического поля. Для выращивания мультифероиков необходимо использовать железо. Однако он окисляется, что мешает достигнуть идеального состава. Руслан Батулин вместе с коллегами использовал оксалат железа. Это позволило сохранить железо в нужной валентности. Далее вместе с соединением оксида хрома ученые синтезировали хромид железа и предотвратили окисление железа. Мы, казалось бы, могли бы взять оксид железа, оксид хрома, создать нужную нам атмосферу и температуру синтеза. Но, к сожалению, в случае оксида железа просто взять оксид хрома невозможно из-за того, что он окисляется. Минералы хромито-железа и хромито-никеля можно встретить и в природе. Они содержатся в магматических горных породах. Однако в них много примесей. Эти химические вещества влияют на свойства самих минералов. Из-за этого ученые используют искусственные твердые тела. По словам Руслана Батулина, их состав можно приблизить к идеальному. Для этого в синтезе нужно использовать особо чистые оксиды. Мы можем в лабораторных условиях создать такие температуры, которые на практике редко где можно достичь или получить. В лаборатории для исследования ученые использовали метод Месбауровской спектроскопии. Он заключается в резонансном поглощении без отдачи атомным ядром монохроматического гамма-излучения. Однако данный метод нельзя использовать для исследования Шпинелли. Ученые КФУ решили для экспресс-оценки степени окисления ионов в никеле использовать метод магнитометрии, а для изучения структуры – рентгеноструктурный анализ. В основу метода рентгеноструктурного анализа лежит явление дифракция. То есть мы снимаем дифракционную картину от образца и решаем обратную задачу дифракции. Прямая задача дифракции – это когда мы по виду дифракционной решетки предсказываем, какая должна быть дифракционная картина. Здесь же мы решаем обратную задачу. По виду дифракционной картины мы определяем параметры дифракционной решетки. Работа выполнялась в рамках гранта Российского научного фонда. Результаты ученых КФУ будут способствовать использованию новых методов оценки качества минералов семейства Шпинелли при их промышленном производстве. Карина Саяхова, Левер Замалединова, Ленаргий Затулин, КФУ. Итоги недели. Лицеисты КФУ попали в тройку лидеров по количеству победителей и призеров Олимпиад. В Татарстане наградили лучших школьников республики и их наставников. В топ-3 вошли лицеинтернат номер 2 Московского района, IT-лицей КФУ и лицей имени Лобачевского КФУ. Так, IT-лицей подготовил 25 победителей и призеров Республиканской и Всероссийской Олимпиад. Ребята показали отличные результаты по химии, математике, астрономии, информатике, татарскому языку, биологии, геологии, обществознанию и экологии. Лицей имени Лобачевского представляют 23 победителя и призера. Школьники продемонстрировали знания по экологии, математике, экономике, информатике, географии, химии. Татарстан. 11-й год подряд. Входит в тройку регионов лидеров по количеству победителей и призеров. В заключительном этапе Всероссийской Олимпиады в этом году приняли участие 470 школьников Республики. 40 из них стали победителями, 211 призерами. О других интересных событиях из жизни университета и Республики расскажем в дайджесте. КФУ в числе победителей фестиваля «Студенческая весна Республики Татарстан». ВУЗ получил специальный приз за лучшую сценографию. Также призовые места студенты завоевали в направлениях вокальное, инструментальное, театральное, танцевальное, оригинальный жанр, а также в номинациях «Мода», «Медиа» и «Видео». Так КФУ занял первое место в направлении «Общий зачет вуза». Республиканская студенческая весна уже много-много десятилетий шагает по вузам Республики Татарстан. Сегодня мы увидели, какое огромное количество талантливых ребят проявляют себя и на этой сцене, и на сцене вузов нашей республики. Председатель совета директоров транспортной компании «ФЕСКО» Андрей Северилов встретился со студентами КФУ. Он рассказал о возможностях для обучающихся и планах по развитию сотрудничества с вузом. Так будут открыты образовательные программы, а студенты смогут проходить практику на объектах компании. Подписали соглашение о начале работы по созданию некой магистрской программы по выращиванию кадров, которые будут работать в сфере логистики. С одной стороны, мы получаем высококвозиционных людей, преданных нашей компании, а с другой стороны, мы готовы обеспечить максимально комфортные условия. Известные выпускники КФУ и секретарь приемной комиссии ВУЗа ответили на вопросы абитуриентов и вышли в прямой эфир. В таком необычном формате состоялся КФУ «Лайф». Его участниками стали Александр Бибик, основательница СММ-агентства «Фрэдженси» Регина Фасхеева, управляющий партнер юридической фирмы Елилов и партнеры Айнур Елилов и писатель, лауреат премии «Лицей» и «Звездный билет» Булат Ханов. Гости рассказали о своем опыте поступления и обучения в КФУ. В Казанском университете состоялась выставка «Хусейн Файсханов. Верность истине». В экспозиции представлены подлинные рукописи Шагабудина Марджани и Хусейна Файсханова из фондов научной библиотеки имени Лобачевского КФУ и Национальной библиотеки Республики. Также впервые выставлены проекты реформирования системы образования, составленные Файсхановым и отредактированные Марджани. Я от всей души хочу поблагодарить Казанский федеральный университет, руководство библиотеки университета за такую уникальную возможность собрать рукописное наследие нашего выдающегося татарского теолога-востоковеда Хусейна Файсханова. Россияне вновь вернулись к книгам. Аудиокнигам. Продажи интернет-литературы вновь начали расти. Рынок начал восстанавливаться после замедления. Выручка его крупнейшего игрока Литрес в первом квартале выросла на 9%. Число реализованных произведений, озвученных чтецами, увеличилось более чем на треть. Основным фактором стало расширение каталогов сервисов. Также поспособствовало внедрению искусственного интеллекта. Он озвучивает аудиокниги. И такие произведения читатели покупают охотнее, так как стоят дешевле. В целом стоимость аудиокниг превышает цену того же интернет-произведения в текстовом варианте. А озвучка при помощи искусственного интеллекта дает возможность сравнять стоимость одной и той же книги, продающейся в разных форматах. Как правило, это не столь популярные произведения, которые могут обойтись без театральной обработки. Отказываться от работы чтецов в издательствах не планируют. Ведь живое прочтение всегда увлекательнее. А для кого-то бумажный вариант книги до сих пор остается единственным. Что же единственно интересным было на этой неделе для моего коллеги Леонида Толчинского, мы узнаем из его авторской рубрики. И снова с вами «Смотрите сами». Среди медийных событий и дат недели нельзя не обойти вниманием 19 мая, день республиканской печати. И хотя в названии стоит термин «печать», очевидно, что речь идет о празднике всех работников всех наших медиа. Сегодня, как никогда, всем стала очевидна роль, которую играют информационные ресурсы в глобальном противостоянии цивилизаций. Информационная война больше не фигура речи, а жестокая реальность. Историческая категория «Военный корреспондент» в полном объеме вернулась в нашу жизнь. Профессии журналиста, как и в целом все инфополе, стали составляющими самого настоящего информационного фронта, где мы одерживаем победы, несем потери, и все чаще даже не в битвах за умы и мировоззрения сограждан, а вполне реальные. В зонах боевого соприкосновения и в глубоком тылу везде отныне проходит медиафронт. Список погибших и раненых коллег становится все более длинным. Ответственность у тех, кто остается в строю, кратно возрастает. Это привносит в день печати любого уровня, общероссийского или регионального, еще и ноту дня памяти тех, кто сражался до конца на информационном фронте. Не без грусти надо признать, что монументов памяти и памятников подвигу журналистов у нас не очень много, а те, что есть, зачастую находятся не в лучшем состоянии, да и вспоминают о них иногда, по праздникам. Возможно, стало время и начать формировать белую книгу преступлений против журналистов на глобальной информационной войне. Здесь есть о чем подумать и что осмыслить, и не только в связи с праздничной датой. Сама профессия журналиста сегодня заметно трансформируется под естественным, а порой совсем неестественным давлением многочисленных факторов. И как результат не отменяются, но меняются некоторые незыблемые в профессии приоритеты. В жертву неминуемого прогресса технологий приносится оперативность. И это факт. И в этом нет трагедии, ибо как никогда актуализируется достоверность, глубина, аналитичность, эксклюзивность и почти забытое понятие «близость к проблематике внутреннего состояния глубинного народа». Как верно заметил философ Александр Дугин на встрече в Казанском федеральном университете, война проходит в сердце каждого человека. И обязанность профессионального медийщика быть на этой войне, работать в унисон с сердцем людей. На деле же мы часто наблюдаем попытки переформатировать журналистику в блогинг, где нет стандартов, где господствует западная алгоритмика, где блогер не несет ответственности ни перед кем, даже перед собственной совестью. Не отказываться от соблазна использовать огромные возможности все новых и новых операционных систем, но сохранять при этом высокую планку профессиональных стандартов, соблюдение которых нужно не только нам самим, но и народу, с которым вместе мы на информационном фронте стремимся к победам. Вот трудная на сегодня, но важнейшая задача. Все это относится к системе подготовки медиаспециалистов. Я не про бессистемную деятельность секций, кружков, коуч-проектов и просто бездарных инициатив по организации скороспелых медиакурсов. Я про журфаки. Здесь тоже необходима своя солидарность, осознание того, сколь сложен сегодня процесс подготовки медийщиков, который должен нести в себе и все больше и больше практикоориентированных дисциплин, и совсем новых, но жизненно необходимых для медиапобед знаний в области цифровых технологий, владений системным анализом, пониманием происходящего в смежных областях знаний и практик. Повышенное чувство ответственности должно вернуться и в части осознания того, с какой гражданско-нравственной позиции придет новое поколение в профессию. Странно, когда кто-то штампует потенциальных иноагентов, быстро покидающих страну, сохраняя в кармане ее паспорт, дабы не лишиться всех имеющихся здесь преференций, от НДФЛ в 13% до использования разного рода социальных пакетов и благ. А кто-то готовит тех, кто во всех смыслах отправляется на фронт, не имея никаких особо гарантий будущего, опираясь только на свое исключительно гражданское и профессиональное понимание важности выполняемого долга. Информационный фронт может быть непробиваем, если будет внутренняя солидарность, внутреннее единство. Если профессиональные и этические нормы вновь в полном объеме вернутся, с учетом, конечно, современных реалий в наш цех. И не только в местах боевого соприкосновения, но в условно, очень условно тылу. Такие дела. Всем добро. Казань гордится именами многих известных писателей, поэтов, которые когда-то здесь родились, жили или бывали. Но есть и забытые имена. Помнят о них лишь некоторые краеведы. Например, только недавно появились улицы, названные в честь Вероники Тушновой и Николая Заболоцкого. А ведь произведение Заболоцкого многие слышали в песнях. Так его одно из поздних стихотворений «Признание» станет хитом певца Александра Малинина. Романс «Зацеловано-околдовано» с ветром в поле, когда-то обвенчано, стал любимым у большинства россиян. Николай Заболоцкий был первым ребенком в семье заведующего фермой Алексея Заболоцкого. Именно так звучала их фамилия. Ферма располагалась тогда в пяти верстах от Казани. Это Кизическая слобода. А ферма находилась на месте нынешнего парка химиков. Кстати, сосны в парке сохранились с тех времен. Тонкое восприятие природы. Чувственность в поэзии Заболоцкого литераторы и историки соотносят с его воспоминаниями детства и юности. А жизнь у Николая Заболоцкого, родившегося в начале 20 века, была, как и у многих тогда, непростой. И оставшееся после смерти поэта наследие не дает нам забыть о романтическом и новаторском таванте Николая Заболоцкого. О его творчестве напомнит Амир Ахтемов. Николай Алексеевич Заболоцкий – русский поэт из Казани, к имени которого в последнее время прочно прижился эпитет «Великий». Алексей Агафонович оказался в Казани летом 1879 года, приехав сюда подростком из Вятской губернии для поступления в земледельческое училище. После его окончания и военной службы он стал работать по специальности в частных имениях Казанского уездного и губернского земств. Пока не утвердился на показательной сельскохозяйственной ферме, находящейся в ведении губернской земской управы. Научная библиотека, а именно отдел рукописей редких книг Казанского университета, хранит прижизненные работы Николая Заболоцкого. Например, нам предоставили стихотворение, которое называется «Не позволяй душе лениться». Оно было выпущено в сборнике стихов, которое называется «Заболоцкий избранное». Помимо этого, нельзя не упомянуть, что Заболоцкий был и переводчиком. Он перевел из грузинского языка произведение, которое имеет название «Витязь в тигровой шкуре». Оно было выпущено в 1949 году издательством «Заря Востока». Стихотворение «Не позволяй душе лениться» относится к позднему периоду творчества Заболоцкого. Поэт написал его еще в 1959 году, а спустя несколько месяцев покинул этот мир. Кажется, он предчувствовал свою смерть, поэтому поспешил дать напутствие своим потомкам. Сам же автор тоже придерживался своего совета. Он проводил много времени с пером и блокнотом. В литературе Заболоцкий известен не только как поэт, но и как переводчик. Имя Николая Заболоцкого стало частью классической русской поэзии 20 века. Важно, что в Казани Заболоцкий провел первые шесть лет в своей жизни и еще полтора года в Кукмаре. Именно здесь он получил свои первые неизгладимые впечатления природы. А эта тема стала одной из главных в его творчестве. В Казани о Заболоцком практически не помнят. Более широкое признание, как и полагается настоящему поэту, Заболоцкий получил уже после смерти. Может, причина забвения в том, что Заболоцкого мало проходит в школе. Многие не подозревают, что песни «Облетают последние маки» из Рязановского служебного романа были написаны на стихи Николая Алексеевича. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин. КФУ. Итоги недели. Стихотворение подобно человеку. У него есть лицо, ум и сердце. В этом был уверен Николай Заболоцкий. Если у вас найдется немного времени, почитайте стихи нашего земляка. Любовь, терпение, красота и величие. То, что воспевал поэт, остаются неизменными. Несмотря на смену эпох, происходящие события и удары судьбы. Тем более, что красота вокруг нас, весна, практически уступила лету свое место. Хорошего настроения и всего доброго.